Вот это Hyundai Santa Fe дизельный, практически в топовой комплектации. Такой автомобиль сегодня стоит 3 миллиона рублей, если вы его будете покупать за наличку. Историю о том, что сегодня купить автомобиль просто так по розничной цене, очень сложно, мы ее опустим. Потому что сегодня мы с вами поговорим о подписке на автомобиль. Что это такое? За эту машину человек платит 50 тысяч рублей в месяц. За год он отдаст 600 тысяч рублей, после чего сдает машину, забирает новую и по кругу. Вы скажете, а где же выгода? А вот в этом-то мы сегодня будем разбираться. Сегодня мы с вами рассмотрим вот эту программу, все сделаем честно, объективно. Машина человека, не представительство. В этом ролике у нас есть спонсор, отличный спонсор, как раз подходит под тематику покупки нового автомобиля. Давайте я вас с ним познакомлю, а после чего мы детально пообщаемся и разберем, что такое подписка. Обо всем по порядку. Поехали. Купить сегодня хороший, надежный, новый автомобиль по нынешним ценам может далеко не каждый. Поэтому многие люди обращают внимание на вторичку. В нашей стране это тоже вопрос очень сложный. Но каждый хочет одно. Купить надежный, хороший автомобиль. Что это? Это японские машины. Именно поэтому я вам хочу порекомендовать обратить внимание на компанию Север ДВ. Север ДВ это надежная крупная компания со своим автотехцентром. Они присутствуют на рынке более 10 лет. Быстрые сроки доставки. Вдумайтесь, за 2 недели до Владивостока с момента покупки. Вы получаете максимально прозрачную историю. И автомобиль, важно, сразу оформляется на вас. И вы вдумайтесь, Север ДВ это единственная компания, которая фиксирует курс доллара. Для вас, как для клиента, курс доллара может упасть только вниз. Но не вырасти. Эти риски роста курса доллара компания берет на себя. Связь с вами держится на протяжении всей сделки. Грамотный менеджер консультирует вас на всех этапах. Отвечает вам на все вопросы. Даже когда вы уже купили автомобиль и уехали на нем. Возникли вопросы, звоните. Вас с радостью проконсультируют. Это сервис. По приходу во Владивосток ваш автомобиль будет намыт на их мойке. Точно так же будет намыт салон. Тем самым вы получите новенький, свеженький автомобиль для вас. Ведь вы будете первым владельцем по ПТС в Российской Федерации. Также важный момент, что доставка автомобиля из Владивостока в ваш город будет осуществляться только через проверенные компании. Друзья, вот здесь делаю акцент. Не торопите людей. Самое главное, чтобы компания была подобрана грамотно. Люди это гарантируют. Тем самым вы 100% получите свой автомобиль в целости и сохранности. У ребят большая территория, на которой находятся автомобили уже в наличии, доступные для продажи. Большой красивый офис, большой штат сотрудников. И есть свой автотехцентр. Компания в Владивостоке очень крупная и известная. Поэтому переходите по ссылочке в описании. Компания Север ДВ. Выбирайте автомобили, звоните людям, консультируйтесь, принимайте решения и покупайте себе хорошие, надежные автомобили. Точно так же отмечу, что парни ведут канал, на котором более 100 тысяч подписчиков. Переходите, смотрите. Все вопросы по телефону, контакты по ссылке в описании. Север ДВ ждет вас. На примере вот этого дизельного Санта-Фе мы сегодня с вами разберем, что такое подписка. Простыми словами, это долгосрочная аренда. Такая услуга сегодня начинает существовать практически у всех брендов постепенно. Hyundai уже в игре, знают Genesis в игре, Volvo заходит в эту игру. Как это работает? Вот давайте я вам детально все расскажу, а вы уже в комментариях напишите, кому это надо, не надо. Значит, смотрите, что сделал человек. Оформляет в аренду этот автомобиль на один год. Он платит 50 тысяч рублей в месяц. Что он получает за эти деньги? Каждый месяц он может проехать на автомобиле 2,5 тысячи километров. Если он проезжает больше на один километр, он доплачивает плюс 10 рублей за каждый километр перепробега. Если он проехал 2 тысячи километров, то вот эти 500 километров переносятся на следующий месяц. И в следующий месяц он может проехать чуть больше. Таким образом, за год на автомобиле он может суммарно проехать 30 тысяч километров. Раз. Далее. Техническое обслуживание. Примерно два раза в год придется его сделать, если вы пройдете 30 тысяч км. Соответственно, техническое обслуживание уже включено в этот платеж Далее, каска и осаго Здесь полная каска, нет никаких франшиз Соответственно, оно тоже уже включено в стоимость платежа Осаго тоже включена в стоимость платежа Сегодня у нас автомобиль уже на свежей зимней резине Точно так же это включено в стоимость платежа Он приезжает, ему перебывают автомобиль Шины летние хранятся у них Соответственно, он только платит и катается За что он еще дополнительно платит? Это за солярку, за паркинг, за мойки Все, то есть 50 тысяч рублей ты отдаешь за год минус 600 тысяч рублей Вот здесь начинается математика Кому это может быть выгодно? Если ты покупаешь автомобиль сегодня за 3 миллиона рублей То теоретически за первый год автомобиль с пробегом 30 тысяч км потеряет примерно 20% Понятное дело, что если мы с вами залезем сегодня на вторичку То мы можем увидеть машины, которые продаются с меньшим пробегом по цене 2 800 То есть человек может выставить и спустя год плюс-минус розничную цену Это все отдельно Но теоретически, если мы будем считать, минус 20% А те 20% как раз и есть вот эти 600 тысяч рублей Но, когда вы просто теряете амортизацию так называемую Вы не забывайте о том, что сюда же вы должны к этим 600 тысячам плюсовать еще каска, шиномонтаж, покупку шин То есть он за шины не платит А здесь у нас колеса стоят 19-е И соответственно резина на этот автомобиль хорошая Ну примерно 45-50 тысяч рублей Пожалуйста Если все это учитывать, то за первый год выгоднее получается воспользоваться подпиской Лишь только для тех, кто покупает автомобили, внимание, раз в год Ты купил автомобиль, год покатался и ты его продаешь Если ты покупаешь автомобиль на 3 года, на 5 лет То эта подписка, конечно, для тебя никак абсолютно не выгодна Потому что если он продлит подписку и будет эксплуатировать автомобиль второй год То он точно так же будет платить по 50 тысяч рублей Третий год по 50 тысяч рублей Таким образом получится, что минус 1 миллион 800 Что будет происходить с автомобилем спустя год, когда человек ее сдаст? Соответственно ее будут точно так же продолжать сдавать в аренду, но уже на более короткие сроки То есть на 1 месяц, на 3 месяца Соответственно те, кто берут автомобиль на год и подписывают договор Они получают абсолютно новый автомобиль Вот в этом, конечно, есть свой плюс Какой? Ну, например, смотрите Долгосрочная аренда Ты отдал 50 тысяч, у тебя, как я сказал, уже все включено Только машину заправляй Если ты присматриваешься к покупке дорогого автомобиля Ну, а эта машина сегодня стоит 3 миллиона рублей А если набрать максимальную комплектацию Она уже будет стоить даже примерно 3 100 Если там с третьим рядом брать Если ты сюда же будешь добавлять каска, осаго, покупку зимних шин Вот это вот все, да, тебе в круг Это уже может набежать примерно 3 250-3 300 Отдаешь 50 тысяч, покатался месяц на машине И ты сделал выводы Вообще нужна она тебе, не нужна Потестируй, потому что тест-драйва, который предоставляют дилеры Ну, что это такое, ты там кружочек проехал, выехал, но это не то А здесь полноценный тест-драйв При этом ты застрахован, самое главное Потому что если, не дай бог, ты машину разбил У тебя есть каска, а это очень важно Как эта тема вообще работает? В связи с этой пандемией Многие продажи, многие услуги, многие сервисы уходят в онлайн Соответственно, человек ее получил, сидя дома на диване То есть зашел в мобильное приложение, там, прошел регистрации, паспорта отправил Ему говорят, да, окей Он тут же оплачивает первый месяц 50 тысяч рублей Ему говорят, там, выбирай дилера, где ты хочешь машину забрать Условно выбрал ближайшего, приехал, машина стоит на улице Обошел ее визуально, посмотрел У него есть мобильное приложение, с помощью которого он может открывать, там, запускать автомобиль И также ему дают один ключ, ну и в бардачке лежат все документы Друзья, кто-то скажет, реклама Ага, да хрен вам, никакой рекламы тут нету Потому что сейчас мы перейдем к минусам И вы с этих минусов просто-напросто офигеете Потому что все эти минусы дают понять, что это чужая машина Ты сидишь в ней, да, ты поехал, вау, своя тачка Вроде бы ты оплатил, у тебя все включено Но на самом деле, в любом случае, будет оставаться ощущение, что ты ездишь на чужой машине Ну, смотрите, первое, перепробег Здесь есть несколько разных пакетов Во-первых, можно взять автомобиль, и вы будете платить там не 50 тысяч рублей за него А 46 тысяч рублей Но при этом вы получите возможность проезжать в месяц одну тысячу километров Ну, что такое одна тысяча километров в месяц, если вы действительно хотите эксплуатировать автомобиль? Мало Вот этот автомобиль, человек на нем ездил домой в Самару Соответственно, туда съездил, обратно съездил В первый месяц он накатал 5 тысяч километров 5 тысяч километров, друзья Соответственно, 2,5 тысячи включены А за другие, 2,5 умножаем на 10, 25 тысяч рублей Пожалуйста, будь добр доплатить И это происходит сразу Потому что в машине установлена дополнительная система мониторинга слежения за вашим пробегом Где вы находитесь Вот, например, сейчас дальше, да, будет зима, выпадет снег Ну, знаете, бывает там парковочка, снежок свежий, что хочется Иной раз заезжаешь, абсолютно на любом автомобиле Отключаешь курсовую устойчивость Хочется просто маленечко, да, покататься, бочком раздать Куда-то в снег съехать Система это все отправляет в центр Люди это могут увидеть и расценить это так, что это дрифт Соответственно, за дрифт сразу штраф 50 тысяч рублей Будь добр, заплати Тебе просто придет уведомление, что ты должен заплатить Если ты с чем-то не согласен Здесь вот начинаются эти терки, разбирательства и так далее Допустим, сегодня прекрасный день Я захотел куда-то отправиться за границу В Европу Думаю, поеду-ка, я там в Испанию покушаю креветок Хрен два Почему? Нужно спросить разрешение На этом автомобиле ты не можешь выехать за границу без разрешения Нужно сперва все согласовать Если у тебя не было никогда никаких просрочек Ты не проблемный клиент Тогда тебя отпустят Если ты не захочешь ничего согласовывать А просто скажешь А я не знал, а договор не читал Поедешь, то в какой-то момент Приближаясь к границе Согласно договору Тебе что-то должно сигнализировать Тебе, возможно, могут даже позвонить Сказать, типа, а куда ты собрался? Если ты на все, как говорится, плевал И пытаешься пересечь границу То тебе просто-напросто машину могут заглушить Да, то есть ты едешь Тебе ее заглушили Все, ты ее больше не заведешь Соответственно, это говорит о том, что Машина твоя, как бы, но она не твоя Все требования, которые прописаны в договоре с этим автомобилем Они прямо вот так вот пересекаются с каршерингом Соответственно, если вы когда-то пользовались каршерингом И читали внимательно договор То здесь очень все похоже Так, например, аварийное вождение Что подразумевается под аварийным вождением? Если вы постоянно резко ускоряетесь Если вы где-то перестраиваетесь За всем этим следит как раз эта система Которая установлена в автомобиле Если вы будете совершать большое количество правонарушений То есть вы будете собирать штрафы То, соответственно, с вами могут в дальнейшем Даже не продлить договор Это все прописано К вам могут предъявить санкции Если вдруг, предположим, да Вы катаетесь, там проходит полгода Ты к тачке уже привык Тут ты раз захотел там куда-то съездить В бар, например Ну, допустим, там Рассмотрим стандартную ситуацию Ты там попил немножко пива Говоришь жене Садись за автомобиль Доведешь меня до дома Если это увидят То, соответственно, за это штраф 50 тысяч рублей Как это избежать? Нужно все согласовывать Соответственно, ты должен информировать постоянно компанию Что помимо тебя Кто-то еще может на автомобиле передвигаться Если кто-то сел Будь добр 50 тысяч рублей отдать Автомобиль Дается исключительно для личных нужд То есть ты можешь на нем ездить на работу Ты можешь на нем там съездить в магазин Купить продуктов Но ни в коем случае Ты не должен на машине зарабатывать То есть использовать ее как такси Нельзя Окей Перевозить какой-то стройматериал на ней тяжелый То есть, ну допустим, ты работаешь строительством Занимаешься ремонтами Занимаешься катать В ней что-то ты не можешь Хотя на своей машине Да, ты разложил сиденье, повез Если это фиксируют, замечают Понятное дело, ты за все будешь платить Везде будут предусмотрены штрафы В аренду, когда вы берете автомобиль В прокатном агентстве Вы по-любому должны сразу вставлять залог Здесь же никаких залогов нет абсолютно Вы просто берете автомобиль Катаетесь на нем Опять же, вы можете приехать В день приемки Вы там, к примеру, увидели, что автомобиль там расцарапанный Какие-то есть там серьезные повреждения Вы можете от автомобиля отказаться Никаких проблем нет Но если вы случайно там, да Решили оформить подписку Оплатили, а потом вы приезжаете Думаете, блин, нафига мне это надо Я брать не хочу И нет веских аргументов Что вы не хотите ее брать в аренду Вы заплатите штраф В первый день это 4 тысячи рублей Если вы в первый день не приехали На второй день это будет 9 тысяч рублей На ровном месте вы вот можете так подстрять Поэтому договор обязательно нужно прочитывать полностью Проходит год, ты приезжаешь давать автомобиль Тоже все происходит бесконтактно Ты приезжаешь, ставишь автомобиль и уходишь Далее в течение одних суток ее должны принять Приходит человек, осматривает сначала визуально Составляет список повреждений О которых ты мог не сказать Что к этому может отнестись Например, диски Ты где-то поцарапал, покоцал диски в процессе эксплуатации раз Вот на нашем автомобиле человек ездил домой Передвигался Легкое, скажем так, ДТП У него здесь подкрылок разорвало Соответственно, сейчас цена вопроса Там примерно 3-4 тысячи рублей Это скрытое повреждение, которое визуально Вы сейчас даже не видели Далее, открываем салон Вы сами знаете, что на тачках бывают такие косяки Как, например, спустя какой-то пробег Руль у кого-то начинает облазить У кого-то там может заминаться сиденье, кожа Как к этому отнесется компания Как к браку заводскому, что там руль облез Или то, что ты там его как-то натирал Это вопрос Есть ли, понятное дело, какие-то прям явные повреждения Ну, например, здесь там что-то порвано ногой Например, ну, что ты там возил там досками Багажник разодрал Составляется целый списочек После чего тебя уведомляют то, что смотри, уважаемый За это, за это штраф Плюс за это, за это компенсация Какие цифры будут, это все индивидуально Соответственно, ты как бы сдаешь тачку А дальше думай, спокойно ли у тебя ее примут И скажут, что ты молодец Или неспокойно Поэтому здесь такие стандартные банальные вещи К автомобилю ты должен относиться крайне аккуратно И крайне вежливо в эксплуатации с ним Должен беречь, холить, лелеять как свой Но при этом это автомобиль не твой Автомобиль находится у нас в стоковом состоянии То есть, как вот завод его сделал Так человек его эксплуатирует Ничего он с ним не делает Хотя в договоре есть такой пункт Что любые улучшения по автомобилю Любые денежные вложения в него Остаются собственностью компании Соответственно, ему это никак не компенсируется При этом, ты с машиной, по сути, согласно договору Ничего делать не имеешь права Никакого То есть, захотел ты какую-нибудь наклеечку наклеить на машину По-хорошему, ты этого делать не должен Тебе на это право не дают Есть такие важные нюансы Ну, например, вы взяли автомобиль Покатались на нем три месяца Потом, ну, не дай бог, там попали в какое-то ДТП Соответственно, автомобиль забирают на ремонт Вопрос, сколько этот ремонт будет длиться Неделю, две, там, месяц Соответственно, здесь тоже такие спорные моменты Потому что вы можете, в принципе, отказаться От продления подписки И, соответственно, дальше вы либо пересаживаетесь На другой автомобиль Тоже нужно решать Либо же вам могут сказать то, что нет Ждите, то есть ты 50 тысяч оплатил И ждешь Хотя ты находишься без автомобиля Вот эти вот такие моменты могут быть спорные Если оплаты по автомобилю нету Ну, конечно же, автомобиль сразу отправят в блок С одной стороны, можно капризничать, говорить Вот, блин, на встречу не идут А с другой стороны, ну, кто вам будет идти на встречу Вы бы взяли автомобиль, допустим, в кредит Первого числа вы должны заплатить 50 тысяч Денег нету Уже на второе число вам будут звонить и спрашивать Ты куда там пропал? Почему не платишь? Ну, сами прекрасно понимаете Соответственно, дальше там начинаются пени То же самое может быть и здесь Если там дольше определенного срока вы не платите То вам тоже могут начать начислять пени Ну, и такие банальные вещи, которые прописаны, ну, явно для злоумышленников Так, например, если вы хотите отключить систему слежения Штраф 100 тысяч Если вы отключаете систему слежения и противоугонные системы Штраф сразу для вас 300 тысяч рублей Цифры большие, но, с другой стороны, для вас, как для нормального пользователя Это, ну, скажем так, очередной пункт в договоре Он вас пугать не будет Вы же не собираетесь машину специально угонять Но при этом, смотрите, вот есть мобильное приложение, да С помощью которого я могу пользоваться как ключом То есть открыть машину, запустить машину От этого мобильного приложения, соответственно, есть у вас пароли Там, логин, пароль Если вы вот этот логин и пароль передаете там третьим лицам Например, жене говорите Так, ты скачайся, установи, если что там Ну, мало ли, там, вы захотели дать возможность Ей до школы доехать, детей забрать до детского сада Факт! 150 тысяч рублей штраф за то, что вы передаете просто-напросто ключи Еще сюда же наверняка вам плюсанут 50 тысяч рублей за то, что она села за руль То есть тут надо читать договор очень внимательно Потому что изначально звучит 50 тысяч рублей за все катайся, наслаждайся Но вот так вот где-то ты совершил ошибку Вляпаешься по полной программе Наверняка при просмотре этого сюжета у вас возникает вопрос Да нахрена люди ее берут? Вот, пожалуйста, знакомьтесь, Артур С Артуром мы, в принципе, уже некоторые знакомы Водяной магнат, у человека бизнес прет Но не об этом речь сегодня Артур, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал вот эту программу? Зачем ты взял ее по подписке? Почему ты не выбрал кредит? Платите, чтобы машина твоя была Вот твое мнение Ну, как ты правильно посчитал То есть 3200 нужно было отвалить, если бы я захотел ее взять за наличку Да, прийти в салон, в собственность Какие еще варианты у меня были? Взять кредит с первоначальным взносом 20% Да, ну, минимум не возьмешь Это уже, получается, 700 тысяч нужно было бы сразу отвалить тоже Да Вот, но я предприниматель, у меня все деньги в обороте Мне невыгодно сразу отваливать кредит А уж тем более сразу там 3 с чем-то отдавать за нее Поэтому для меня это оптимальный вариант Я получаю машину практически, вот если не брать формальности Что там в ПТСке написано «не я», да? Полностью единственный владелец этой машины Она меня всегда довезет, куда мне нужно И таким образом я деньги оставляю в бизнесе в обороте Да, их не вытаскиваю И владею автомобилем Все Вот сюда еще важный момент Смотрите, если рассматривать даже такую же схему кредитования С минимальным процентом Ну, то есть с минимальным первоначальным взносом 20% Вот машина стоит там условно бы обошлась там 3200 Минус 700 тысяч, это 2,5 миллиона нужно брать Было бы в кредит Соответственно, 2,5 миллиона на 5 лет Там переплата будет, я прям даже сходу могу сказать Свыше миллиона рублей только по процентам Соответственно, вы в любом случае дяде банку там, да? Ротшильду отдадите свыше лямы Если вы весь срок будете платить И вот отмечу, специально для всех тех, кто напишет А зачем брать кредит на машину в 3 миллиона рублей Если у тебя всего лишь есть первоначального взноса Там 600, 700, ну 800 тысяч рублей Зачем брать 2,5 миллиона рублей в кредит на 5 лет? Ребята, отвечаю Люди все разные, у всех доходы разные Все своими деньгами распоряжаются по-разному Я очень много покупал машин И видел людей, которые могут позволить Купить себе машину здесь и сейчас за наличку Так они все равно берут кредиты Вот деньги, как вот тот же Артур, отмечают Крути там в оборотах Поэтому здесь не нужно брать за основу непосредственно его Вы можете распоряжаться вашими деньгами так, как посчитаете нужными Для объективности, говорю, нет абсолютно никакой рекламы Брать по подписке машину не нужно Покупайте машину только за наличный расчет Опять же, вы в любом случае на амортизации потеряете Если вы будете, соответственно, ну там через 5 лет автомобиль продавать Вот здесь такая тонкая математика, которую нужно высчитывать Идеальный вариант, это когда вы берете машину, подобную в кредит С большим первоначальным взносом Либо на короткий срок и быстрее закрываете кредит Чтобы не переплачивать по процентам Второй момент Все остальное, вот эти вот услуги, тебя как-то напрягает С точки зрения штрафов, жену посадить Или ты сам ездишь на машине и тебя это никак не касается Ну, во-первых, я езжу сам Во-вторых, если мне нужно там отца или брата посадить за руль Они отправляют документы, скачивают приложение Отправляют документы сутки Их зарегистрировали и все Они сколько угодно тоже могут ездить за рулем на этой машине То есть это все быстро происходит? Сутки А вот касаемо штрафов Вот ты, например, ты же читал сам договор Ты же знаешь, что через год ты ее будешь сдавать Ее будут ходить по кругу смотреть А вдруг что-то, как ты на это смотришь? Ну, по мне, так договор составлен так, что Да, конечно, если что, найдут к чему прикопаться, если захотят Но если я адекватный пользователь И бережно отношусь к машине Не царапаю ее там умышленно Не ношу какие-то повреждения Бережно ее эксплуатирую То никаких вопросов ко мне не будет То, что вот эти все юридические тонкости Штраф на штрафе Это понятно Это приводение к каршеригам Тоже, да, куча штрафов Ну, ничего, вся Москва пользуется Каршеригам же ничего не говорит А с точки зрения пробега Здесь же максимальный пробег Две с половиной тысячи км в месяц С одной стороны, для города это достаточно Но с другой стороны, это мало Ну, реально, если так захотел куда-то съездить Даже вот ты там ездил домой Не хватает тебе Да, конечно, с одной стороны, неприятно Когда тебе сверху 50 тысяч Еще нужно 20-ку заплачивать за перепробег Но с другой стороны, если бы это была моя машина Опять же, расходники Да, менять Я эксплуатирую ее Получается, увеличиваются Расходы на всякие расходники Машины Плюс Потеря в стоимости Собственной автомобиле Когда большой пробег Ты, естественно, ее не продашь по высокой цене Да, поэтому Все логично То, что за перепробег приходится платить Ощущение как? Вот ты на ней уже почти полгода поездил Четыре месяца Четыре месяца Привык ты к машине Да, к машине привык И сразу чувствуешь На класс ниже пересаживайся Сразу ощущение То, что машина там за 2 миллиона Да, на Tucson, например, какой-то Или там другие аналоги Вот, ощущение сразу есть То, что хуже машины В целом, отзыв по машине Как по Hyundai ou Santa Fe Очень надежный агрегат У меня от него впечатление То, что вот я сел И он меня довезет То, что нужно Куда мне нужно по бизнесу Там какие-то дела Куда-то там на выходные сгонять Он меня довезет С комфортом Ездишь, не устаешь на нем Я с Саратова махом доезжаю до Москвы То есть, никакой усталости нет Поэтому, друзья Вот такая картина получается На долгосрочную перспективу Там 3-5 лет Она нахрен нужна Ты просто отдашь бешеные деньги Опять же, ты не сможешь даже выкупить То есть, ты просто платишь за аренду Никак это все там тебе Выкупа, ничего не фиксируется Поэтому имейте в виду Знаете, что такая программа существует Вы скажете 50 тысяч в месяц это дорого Это машина Богатая, дорогая Максимальная комплектация Есть тачки проще Где аренда может обходиться вам там В месяц 15 тысяч рублей 20 тысяч рублей Все зависит от того Какой вы автомобиль выберете Поэтому, парни Имейте в виду Вот вам живая информация Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на инстаграм канал Дальше будет больше интересных Полезных роликов Ставьте лайки Ставьте дизлайки До новых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...